У рыжего кота Цуката непростая история. С улицы его в тяжелом состоянии в приют принесли неравнодушные люди. В Кота-кафе он живет больше четырех лет. Его нашли волонтер на улице в очень плохом состоянии. Его расстреляли из травматического пистолета, к сожалению. Такие истории часто бывают у нас, к сожалению. Чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных котов и кошек, по инициативе Международного фонда по защите животных, ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек. На международном уровне его празднуют с 2002 года. Все здешние обитатели когда-то по разным причинам стали бездомными. Сначала животные попадают в приют, затем либо находят хозяев, либо остаются радовать посетителей Кота-кафе, которые специально приходят погладить и поиграть с котами. Сначала они попадают в приют, проходит карантин. Карантин длится от трех недель. Там их прививают, кастрируют, обрабатывают, если нужно. Сдают тесты. Тесты сдают на иммунодефицит кошек, вирусную лекемию кошек и коронавирус кошек. И только по результатам этих тестов будет известно, куда кошки попадут. Сегодня на планете найдется мало людей, равнодушных к этим ласковым, подвижным и очень умным животным. У каждого, как и у человека, свой характер, свои повадки. У меня есть кот рыжий, ярко-рыжий, как солнышко. Он все время попадает в какие-то смешные истории. То его ворону несет на дерево, то играет с пчелой, проиграет, приходит с распухшей лапой. Ну то есть это такой неугомонный вообще, такой хулиган, но очень ласковый. В некоторых странах кошки находятся на особым положении. Например, в Австралии кошкам, охраняющим склады с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде молока и мяса. В Китае этих животных охраняют на законодательном уровне. Картины в Эрмитаже от грызунов тоже охраняют пушистые создания.